Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Life is Strange. Продолжение. Заходим вот сюда, потому что этот вот гоблин писал мне, что у него ко мне какая-то просьба, надо помочь ему в опытах или что-то около того. Поговорим. Давай поговорим с тобой, дружище. Выглядишь так, как будто ты совсем запутался в своих же мыслях. Максвелл серебряный молоток, ты вовремя. Мне нужна твоя помощь с одним экспериментом. Простить меня о помощи, словно... Да, срочно смириться с неудачей. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Гениально. Просто гениальный будущий ученый у нас растет. Я чувствую, как в тебе прозревает Менделеев, Складовская Кюри, просто симбиоз всех этих великих ученых. Ты просишь меня, человека, который даже не в курсе, что ты там делаешь, выбрать наугад ингредиент твоего эксперимента. То есть, то связующее звено, которое сейчас запустит всю эту цепь химических реакций, должна сделать я. Должен сделать я. Я не знаю, как правильно, в каком роде, роду мне правильно сейчас говорить. Натрий, калий. Ну, если действительно твой выбор, давайте скажем калий, например. Не знаю, почему ты позволяешь мне решать, но... Погнали. Калий так калий. Если у меня получится, то ты заработаешь бесплатную обнимашку. Чувак, она для тебя не будет бесплатной. Я себя сдеру за это. Опа. Заработала? Ох уж это наука. Не заработала, видать. А ну-ка поговорить. О да, я ученый. Сука. Не заработала, значит нужно перемотать, правильно? Давай, перемотаем вот до этого момента. И что-то мне подсказывает, что это в таком случае... А нет, наверное, тут все не так просто будет. Я же знаю, как эта игра действует. Эта игра действует обычно таким образом, что... Да хотя нет, наверное, все будет нормально. С чего я взял? Пробел пропустить, да. Сейчас, по-любому, по-любому, наверное, натрий. Правильно? Давай. Натрий. Блин, много калия! Много калия был вариант. Погнатрий. Погнатрий? Боже, ну у тебя и шутки. В любом случае, Макс приняла решение, натрий так натрий. Когда ты сам начнешь думать уже, болван ты с синяком. Итак? Наверное, нихрена. Да я знаю, что нихрена. Там же вариант. Ничего никак не а. Там же вариант был. Много калия. Давай еще раз сейчас поговорить. Привет, Воррен. Слушай, что мне за это будет? Да, 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 конечно, конечно. Много калия, во. Думаю, стоит добавить калия. Много калия. Многокалия. Прямо какое-то слово такое интересное. Только глянь на свою улыбку. Когда ты точно станешь ученым. Ну, за дело. Она никогда не станет ученым, чувак. Она может стать только ученой. Потому что она женщина. Болван. Она ослепила меня наукой. Поговорить. Что ж, взрыв и правда был неплохим. Ну, давай это останется между нами, профессионалами. Хорошо? Хорошо. Ну, значит, что-то сделали. Я не знаю, хорошо. Если он сказал останется, то, наверное, это ничего хорошего. Поговорить. Привет. Приветики, Брук. Привет, Макс. Че, ежедневной рутиной занимаешься? Эксперимент. Ну-ка. Мне нужно знать, можешь ли ты помочь нам с экспериментами на калин? Никак не могу. Я спец в роботехнике, не по химии. Мерные стаканы не вызывают у меня симпатии. Уоррен. Я помогаю Уоррену с его экспериментом. Слышишь? А Уоррен и мерные стаканы не вызывают? О, видимо, ему нужен ассистент новичок, чтобы он себя комфортно чувствовал. Ты все равно пришла его выручать. В этом все я, не ко мне. В этом все я, не ко мне. Я ни хера не понимаю, что за варианты такие. Каким образом? Покажите мне ту причинно-следственную связь логических цепочек, которую Кейт выстроил у себя... Макс выстроил у себя в голове, чтобы выдать вот такие вот фразы на последнем предложении. В этом все я, пусть будет так. Видимо, в этом все я. Но он таких экспертов, как я, Уоррен, просто не обращает внимания. Даже ни одного совета не попросил. Я заметил, что когда наша главная героиня смущается, она наклоняется в сторону и чешет себе шею сзади. То есть, когда она разговаривала с этим няшным очкастым бородатым преподавателем, то же самое было. Кто-нибудь еще тут? О, Тепанша! Тепанша, я тебя помню, ты мисс Грант, я что-то там подписывала у тебя. Я, походу, всю хату на тебя переписал, там было написано «последствия». Забавно, только мне стоило тебя вспомнить, Макс. Еще раз спасибо за участие в протесте против установки камер. Каждая подпись важна. Эту ложь пихают также на выборах еще. Там тоже говорят, что «ребят, ваш голос так важен». Нихера он не важен, это постановочное шоу, там все уже. Никогда не хожу на выборы, никому не советую. Эксперимент, петиция, фотографии, до свидания. Эксперимент, мать твою! Только до меня дошло. Мисс Грант, могу ли я задать вам весьма глупый научный вопрос? Ты знаешь, что я тебе отвечу. Не существует бессмысленных вопросов задавать. Какой бы химикат вы добавили к этому эксперименту? Калий или натрий? Ничего из того, если ты не хочешь себя, сука, а? Я бы добавила хлор. Петиция, фотографии, ну, петиция, фотографии. Как там ваша компания? Ты подписала петицию, теперь это твоя компания, тоже спасибо за содействие. Многие предпочитают смс-ки писать, вместо того, чтобы подписать петицию. Именно так нас и пытаются от всего этого отвлечь. Никто не заметит всех этих камер на каждом шагу. Я понимаю, надеюсь, у вас получится остановить все это недоразумение с камерами. Макс, с такими учащимися, как ты, мы точно справимся. Справимся. Фотографии? Чущество. Не могу перестать думать о всех осенних пейзажах, которые я хочу запечатлеть. Ах, мое любимое время года, как же мне нравится наблюдать за всеми этими изменениями в природе. Весь кампус будто преображается. Слышала, мистер Джефферсон просто ображает делать снимки этих волшебных мест. Вы знаете Джефферсона. Это вопрос. Наверное, вы же хорошо знаете мистера Джефферсона. Разумеется, талантливый художник, потрясающий учитель. Несмотря на то, что я преподаю эту дочь неволны, он оказал на всех куда больше влияния. Должна сказать, что осень еще не совсем наступила. Снегопад? Как много пиздежа. Ну а что насчет вчерашнего снега? Какое же там есть научное объяснение? Климат может изменяться и безо всяких научных объяснений. Хотя кто-то может рассматривать эту ситуацию с другой стороны. Да, я самый бесполезный диалог на развлечье. Простите, мисс Гранд, но мне нужно идти. Иди, Макс. Скоро мы снова поговорим. Очень скоро. Да, 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 да. Ты, гандон. Чем? Это мне сколько отматывать? Мне еще вот тот триндеж отматывать. Вот тут, короче, будешь неудачником. Будешь... Сам справляйся со своим сраным экспериментом. Пошел в жопу. Идем нам сюда. Правильно, урок Стелла. Серьезно, мне нужно бросить трубку. Стелла вполне умно поступает. Держится подальше от всего этого... Чего? От всей этой драмы. Ну, ей... Да, это правильно. Видимо, у меня вышло время для того, чтобы встать в фото на конкурс. Ирония. Какая ирония. А в чем тут ирония? У тебя вышло время. Ты сняла фото, ты его не сдала на конкурс, у тебя вышло... А, она умеет его перематывать, поэтому вышло время ирония, наверное. Ну, может быть. Взглянуть. Набросок Дана выглядит просто потрясающе. Дэниел весьма хорош в этом. Дана в позе. А знаешь, в чем еще Дэниел весьма хорош? В теребоньканье. Вот я так предчувствую, что он этим будет весьма хорошо заниматься сегодня весь день. Поговорить. Как дела, Дэниел? Все жду, когда смогу нарисовать Дану после того, как Хайден уже угомонится. Ой, мне кажется, ты не только этого ждешь. Ты вообще жутко выглядишь, ты сраный маньяк. Это ты, наверное, ту Рейчел Эмбер украл. Вот я готов поспорить, а он у тебя закопан в заднем дворе где-то. Привет, Хайден. Можно с тобой пообщаться? Я сейчас занят, Макс. Слышь, ты что, дурак, что ли? Ты посмотри, какая чайка с тобой хочет поговорить. Что за люди тут? Ужасы. Ладно, давай с тобой сфотографировать. Ты уверен, что это хорошая идея? Мне кажется, можно сфотографировать что-нибудь получше. Да, кажется. Мы фотографируем жируху. Гениально. Это высокое искусство, мать его. Поговори. Не сейчас, Макс. Я тут типа пытаюсь... Че, блин? Не сейчас, Макс. Я тут пытаюсь духовное равновесие, типа постичь все дела. Ну, как минимум, акцентом, диалектом хиппи ты уже овладела. Да, она. Нет времени на болтавню, Макс. Я тут позирую. Позировать ты будешь в позе раком, когда... Опа. Как думаешь, Макс не будет против, что мы сидим у нее на столе? Да мне вообще насрать. И мистеру Джефферсону насрать. Макс такая маленькая сучка. Кажется, она нас слышит. Спасибо, ребята, за лесные отзывы просто. Я прям так доволен. Поговорить. С кем поговорить? Давай с тобой поговорим. Этот вообще ублюдок. Будьте шей, Виктория. У нас тут завелся супер-ябедый обманщик. Ты че, долумала, мы станем лучшими друзьями на всю жизнь или типа того? Да ни в коем случае, Виктория. Макс так и норовит быть в центре внимания. Кто бы... Тебе... Уж тебе точно это известно. Можно сейчас? О, пожалуйста, можешь селфи сделать, запечатлеть этот момент. Со селфи сейчас тебе сделаю. Так что да, Макс, я тебя не забуду. Не забудешь? Прямо... Прямо я такая классная. Ублюдки. Прямо классная Макс, он меня прям не забудет. Запал. Запал мальчонка на нашу Макс. Он-он-то строжится-строжится, но у него прям страсть в глазах. В его узких, узких, узкопосаженных глазах. Именно таких полукорист. О, Кейт идет. Кейт идет, она несчастлива. Зачем Дэвид снимает Кейт на камеру? Как же это неправильно и жутко. Да, это действительно довольно жутко. Я не могу с этим поспорить. Он либо помешанный на безопасности параноик, либо сраный извращенец. Че будем делать, ребятки? О, здорово. О, слышишь, что-то ты совсем уже... Это такой вариант Майкл Джексон, наоборот. Он пытается постепенно стать негром, я понял. Я недавно встретил Кейт, все слеза. На долю Кейт выпало очень многое. Ты не хочешь рожу свою умыть тупую. Я не знал, что мне сказать, а она мне ничего не сказала. Я, конечно, понимаю, что вы меня любите, но, поскольку вы не из моего класса, проваливайте. Остальных прошу садиться. Сегодня нам предстоит о многом поговорить, а времени, как всегда, у нас практически нет. Вижу все те же лица, без изменения. Че без изменений? Вон там лицо с изменением было конкретным. Он уже скоро у Уэсли Снайпса превратится. Почернел. Чувачок. Кто-нибудь видел Кейт Марш? Думаю, я уже все ее видели. Ха-ха-ха-ха-ха. И нехорошо. Похоже, у вас у всех на уме это вирусное видео. Не только на уме, чувак, но еще и в нервной системе, в кровеносной, везде прям впиталось. Интересно, как вы себя чувствовали, если бы фото разлетелись по всему интернету всем на суд? Обычно людям нужно постоянно что-то осуждать, чтобы они не... О, СМС-ка пришла. Не обращай внимания на самих себя. Ну-ка. Перед тем, как я сел на СМС Хлоя, Макс, босс, пушка выходить из меня, напишет, говорит, пока что нахрен это, давай сби. Нахрен это, давай сбежим, она говорит. Ничего себе СМС-очка. Очень хорошая СМС-очка, Хлоя, молодец. За это мы отчасти можем поблагодарить Рейльчо, в конце концов, винить мы можем только себя в участии взглянуть. Классно, что Джефферсон опубликовал свою небольшую книгу о том, как правильно делать фотографии. Вот если вот такие фотографии у него, то, наверное, ничего классного. По-моему, у Джефферсон твой полное говно. Захват изображения, Марк Джефферсон. Кстати, об участии. Кое-кто так и не сдал фото для конкурса. Например, Макс Колфилд. И я жду не дождусь того момента, когда она все-таки решит это сделать. Зря ждешь. Ничего я не сделал. Я верю, вы считаете... Да, заткнись. Прям чувствую себя как в универе. Какой-то кто-то сидит, гундит что-то. Мне так интересно прям. Прекрасно... Что это такое? Что это такое ты нарисовал? Блин. Дайте посмотреть. What's your problem? Э... В чем твоя проблема? И какой-то мудень на толчке. Тут, наверное, какой-то высокий-высокий смысл запечатлели, но... Я его не осознал, потому что я бедлан, судя по всему. Это словно и не янь черно-белые фотографии, так выразительны благодаря своему контрасту. Хоть мы не видим мир всего лишь в двух цветах. Йоу, вы видели, что за херня происходит у женского корпуса? Идите зацените. Закари, только попробуй еще раз. Так, заявись ко мне в класс. Мудак. Так, все на своих местах. Йоу, мазефака. Он просто такие жесты делает, как профессиональный рэпер. Все свободны. Ну еще бы, блин. Кто тебе выбрал? Все уже освободились сами. Вы это видите? Мне это не верещится? А, походу... Да, она совсем спятила. Я не думал, что у нее такие проблемы с головой. Че, у нас, походу, начинается шторм вот этот вот. То есть скоро будет конец второго эпизода. Начинается шторм, наверное. А, она спятила. А, вот, блин. Кейт, нет. О, боже мой. Мне нужно срочно ей помочь. Мать твою. Ей нельзя умереть, ей нельзя умереть. Почему же ей нельзя умереть? Вообще-то, очень даже можно. Она, вон, по-моему, не против. Ой-ой-ой. А вот не надо было на свалке баловаться. Нет, пожалуйста, только не сейчас. Твою мать. Нужно поторопиться. Я не могу отматывать время снова и снова. Удерживать ПКМ, чтобы перематывать время. Как ты собираешься поторопиться, ты мне объясни? Тебе нужен, как минимум, странный истребитель, чтобы поторопиться. И что мы будем делать? А, не, вообще я придумал. Блин, ты, во-первых, вытри, пожалуйста, нос, а то меня сейчас тошнит. А во-вторых, вот эту жируху. Или эту, или вот ту, которая в окно смотрела и, типа, пыталась запечатлеть, короче, познать Дзен. Блин, ну же, давай, Макс. Да, давай, Макс. Я придумал. Все. Просто идеальный план спасения. Сейчас мы берем эту жируху и подставляем ее, кладем ее на пол, подставляем прямо под линию падения Кейт. И, ой, Кейт, Кейт, правильно? Кейт же у нас саму, ее зовут Кейт, да. Кейт упадет и отпружинит, как от батута. Где она? Где там жирная жопа такая, ее увидеть сразу легко, по-моему. О, так вот она, здорово. Вот, вот, это она и есть. С фиолетовыми волосами. Вот, вот, посмотрите на эту бочку. Это, это будет просто идеально. Это, она отлетит, она отлетит обратно на крышу, там залетит прям. И встанет в том же положении, как будто мы время отмотаем. Эээ, Уоррен. Уоррен, ты что, оборзел? Уоррен, ты почему зажимаешься с этой жирухой, Уоррен? Уоррен, я думала, мы с тобой навеки вечные. У тебя, у тебя что-то под носом, Уоррен? А, вот так под носом, а вот так нет. Уоррен, сопливчик. Уоррен, не сопливчик. Уоррен, я с тобой поговорю, когда из этого сраного набиоза выйду. Еще и обменял меня на такую жирную сучку. Ты бы, ты бы, ты бы отпустил ее. Мне эта бочка вообще нужна, я человека хочу спасти, блин. А как тут пройти? Мне же, наверное, надо зайти во внутрь здания, если я правильно понимаю. Мне нужно, наверное, залезть туда, на крышу и пообщаться с ней. Потому что, а что я могу тут сделать? Вот что я, реально я же не подставлю вот этого барана, например. А, хотя вот какие-то... А что мне это даст? Что мне это может вообще дать? Так, давайте проверим. Мне кажется, мне сюда все-таки. Да, ЛКМ подняться. Все, поднимаемся на крышу. ЛКМ. И... И вот она стоит. И вот мы заходим. Ну давай. Значит, сейчас просто ее тянем за юбку, пока она стоит, не двигается. И все будет окей. Только смотри, не сдерни с нее юбку. А то потом время снова запустится и подумают, что у нас тут была горячая лесбийская сцена. Кому это надо? Э, не, ну только не сейчас. Ну блин, ну что ж ты? Быстрее надо было идти. А, блин, а. И опять у тебя есть... Нос, короче, течет. Ой-ой-ой. Она не может больше. Что ты тут делаешь, Макс? Стой! Не подходи ко мне! Не сейчас, не получается. Моя способность куда-то пропала. Теперь все зависит только от меня. Макс, серьезно, не подходи! Я спрыгну! Я спрыгну! Ладно, ладно, я стою, Кейт. Прошу тебя. Прошу тебя, Кейт. Кейт, прошу тебя, Макс, я знаю, ты хочешь мне помочь. Спасибо тебе большое за то, что вступилась за меня перед Дэвидом. Но это уже не важно. Все уже не важно. Ты важна и не только мне. Ты важна мне. И не только мне. Хотелось бы мне в это верить. Кейт, твоя жизнь все еще в твоих руках. И мы справимся, если будем вместе. Позволь мне помочь. Приятно слышать, что тебе не все равно. От этого мне... А, от этого мне лучше. То есть это уже можно нормальным голосом читать. Ты мой друг, я с тобой. Ты мой друг, по-моему, хорошо звучит. Конечно, мне не все равно. Ты мой друг, Кейт. Мне действительно стало лучше от того, что я с тобой тогда поговорила. Ты всегда можешь меня выслушать. Кейт, пожалуйста, верь мне. Не оставляй меня. Я помогу тебе. Я... Я знаю, что смогу. Утром я стерла ссылку к этому видео. Оно было написано на зеркале, в душевой. Выдумки. Как я могу тебе доверять? Ни хрена себе. Ты сказал мне ничего не делал. Вот это у нее резкие перепады настроения. Только что... Чего у тебя такие глаза красные? Конечно, по-моему, что... Не сиди ты так много за компом. Ты, наверное, просматривала это видео с собой раз так в 500-550. Ой, что-то сказать. Я не была уверена, слишком опасно. Я ищу доказательства. Давайте скажем, что ищем доказательства, потому что это как бы говорит не только о том, что... Ну, прости, так вышло. А я ищу как бы действия. Происходит действие. Кейт, я собираю доказательства того, что Нейтан Прескотт накачал тебя наркотиками. И что ты не единственная его жертва. Ты должна помочь мне с этим. Нейтан Прескотт? Ну, это логично. Тот еще ублюдок. У тебя есть доказательства? Я их ищу, тебе же сказали. Скоро будут, потом сразу же в полицию. Мы будто избавляем Блэквилл от всего плохого. То есть, сраный мажор с пистолетом, это все плохое, что тут есть. Я действительно могу на себя положиться, Макс. Единственный раз, когда мне не было так плохо. За всю неделю. Прекрасно, нам всем нужна поддержка друг друга. Так что спускайся. Пожалуйста. Пожалуйста. Не надо этого делать. Макс, моя жизнь в плашной кошмар, от которого я никак не могу избавиться. Но если я все же заставлю себя заснуть, все тогда смогут пастить у себя фотки моего тела. Все равно, если интернет меня уже знает, неудивительно, почему его называют паутиной. Я не могу так больше. Нельзя ничего убрать оттуда. Видео со мной. Хотелось бы мне отмотать время назад, чтобы не допустить всего этого. Так, только даже не проси. Если я еще немножко отмотаю время назад, у меня просто через нос мозги польются. Не только кровь. Не опускай руки, есть миллионы видео, все забудут. Так, фраза «Есть миллионы видео». О чем она нам говорит? Наверное, Кейт хочет сказать. В интернете есть миллионы видео, и твое там затеряется. Я так понимаю, контекст примерно такой. Но эта отмаза, скорее всего, не проканает. Скорее всего, она не проканает по какой причине? По той причине, что уже все увидели, кто мог. Она скажет, блин, это уже все увидели, ты мне пиздишь. Не опускай руки. Я не знаю, эта фраза звучит как... Какое-то такое стандартное клише из мотивационного тренинга, где всякие мудаки бегают по сценам и орут. Ты сможешь, ты сможешь, ты самый крутой. Ты победитель. Ты лидер по жизни. Я такие фразы терпеть не могу. Мне кажется, если бы я захотел покончить с собой, и мне бы кто-то это сказал, я бы, пожалуй, ускорил процесс. Все забудут. Тоже идиотская фраза, потому что никто нихрена не забудет. Ну, не, ну как, забудут через несколько лет. Ну, а эта фраза, кажется, мне самой оптимальной. Попробуем так. Да никому нет дела, Кейт. Уже завтра Виктория выложит еще одно вирусное видео, и все забудут. Нельзя просто так взять и сделать, чтобы все забыли об этом видео. Именно так меня и запомнят. Но если я прыгну... Кейт, ты не можешь так поступить со всеми, кто тебя любит. Нет, никому до меня нет дела. Никому. Твоя мать, твой отец, твои сестры, твои братья. Твоя мать, твой отец, твои сестры. Так, значит, я сразу сходу чувствую, что варианты твоя мать и твой отец не подходят. Вот я в этом более чем уверен. Потому что это, скорее всего, вот эти пидорасы, эти автодоксальные католики. Они помешаны на религии у нее, насколько я понимаю. И они уже и сейчас жужжат просто, как ее будут в аду с трапоном долбить огненным. Сестры-братья. Тут я не знаю. Может быть, ее сестры и братья не настолько долбанутые, как родители. А родители у нее стопудово долбанутые. Она как-то об этом упоминала. Поэтому... Но я не знаю. Сестры-братья. Давай попробуем... Сестры-братья. Или братья. Давай, сестры, я не знаю. Я видела то милое фото тебя и твоих сестер, когда зашла к тебе утром. По одной улыбке сестры можно понять, как сильно она любит тебя. Это Лин. Ей всего 10. У нее и правда самая милая улыбка на свете. Не хочу видеть ее грустной. Так ты не огорчай Лин и спустись ко мне. Если бы она была рядом, ты бы знала, что делать. Это не конец, Кейт. Убога точно на тебя есть более великие планы. Неплохо, Макс, но я стою на крыше по воле божьей. Ёб твою мать. Ребята, ну не гоните. Откуда мне знать? Я что... Самоубийство грех. Книга притчей 21. От Матфея. Вот это... Я сейчас могу так не угадать. Я понятия не имею. Я что, похож на... Для кого эту игру делали? Для христанутых. Я к ним не... Откуда мне знать? Самоубийство грех. Самоубийство грех, не так ли? Если ты веришь в ад, ты туда попадешь. Я не хочу, чтобы с тобой это произошло. Да, какая разница? Я уже в аду. Ага, понятно. Не получилось. Короче говоря, у меня не получилось. Твою мать, а. Не, я не буду это перепроходить. Серьезно. Вот, раз... Как есть, так есть. Вот. Ну, что я могу сделать? Блин, а? Сука. Не, я не про Кейт. Я вообще про обстоятельства. Кейт мне очень жаль. Это... Блин, это грустно, конечно. Я, может, так... Не особо рыдаю там. И посмеяться, успевающих про меня, но... Я знаю, что вам неприятно обсуждать это, но мы должны выяснить, что сподвигла Кейт Марш на такой отчаянный поступок. Блядь, не удалось, а? Какая-то Матвея-то надо было выбирать, наверное. Фицер Берри будет делать записи, и я уверен, что вы будете сотрудничать с ним в полной мере. Такая трагедия. Но всему должна быть своя причина. Нам нужно выяснить, что сподвигла Кейт Марш на такой отчаянный поступок. На лысину твою посмотрела, блядь, безразличную. Как ректор Академии Блэквилл, я серьезно отношусь к своим обязанностям и с большой ответственностью заботиться о благополучии каждого ученика. То, что произошло сегодня, не должно случиться вновь в нашем храме науки. Да, наук коррупции. В храме коррупции, лучше сказать. Мистер Мэтсон, как в вашем углу безопасности? Вам должно быть известно, что двери на крышу должны быть заперты всегда. А, храм коррупции, халатности, да, и науки чуть-чуть. Это стандартная процедура, но они не были, а это ваша прямая обязанность. Мистер Джефферсон, вы не можете знать, чем занимаются ваши ученики, как я понимаю, но Кейт помогала вам на занятиях, так что вам должно быть известно, что случилось что-то неладное. Мистер Прескот, так как вы несете ответственность за вечеринки клуба «Циклон», и поскольку Кейт Марш посещала вашу последнюю вечеринку, вам придется ответить на пару вопросов. Итак, давай задавай свои вопросы этому мудаку. Я же за него отвечать не буду, я надеюсь. Мисс Крофилт, почему вообще вы были вместе с Кейт Марш на крыше? Она рассказала вам о своих намерениях или что-то еще? Прошу, расскажите нам все. Ой, слушай, я даже не знаю, с чего начать, чувак. Нейтан накачал ее, Джефферсон довел ее до слез. Джефферсон довел ее, давайте, ребята, а давайте реально на Джефферсона сейчас настучим, короче, на препода нашего доброго очкастого бородатого. Не, вообще, откровенно говоря, я этого, конечно, делать не буду, но у меня есть подозрение, что этот вот наш преподаватель, очкастый бородатый, он не так прост, как кажется. Как бы третий, четвертый, пятый эпизоды покажут, но как это обычно бывает? Нам сейчас пытаются впиндюрить, что, дескать, Кейт накачал Нейтан наркотиками, потом этот за ней следит, он типа такой плохой, ля-ля-ля, тополя, но есть вероятность, что вот наш препод-то у него рыльца в пушку, и может быть, он даже сам на этой вечериночке и был. Просто он ее, может быть, снимал на камеру, мы же этого не знаем. Может быть, он мудак, но я пока не буду. Вот просто мне кажется, я бы так сделал. Если бы я хотел замутить какую-то интригу, я бы сделал его отрицательным персонажем, этого препода нашего, по которому наша главная героиня так сохнет. Я бы вообще сделал его финальным боссом каким-нибудь. Нейтан накачал ее, давайте так скажем. Потому что этот мудак действительно, кажется, ее накачал. Я знаю одно, Нейтан, Кейт была на той вечеринке, потеряла рассудок, стала целоваться с мальчиками на том вирусном видео, сама того не осознавая. Я накачал ее, сама того не осознавая, ты вообще видела тот ролик? Ой, да короче, Кейт перебрала и отрывалась на танцпоре. Ты врешь. Ты сказал Кейт, что отвезешь ее в медпункт. Я сказал, что собираюсь отвезти ее в медпункт. В итоге она протрезвела. Чушь. С ней что-то случилось, и ты это знаешь. А может поговорим о том, как ты притащил ствол в уборную? Эй, это же полнейшая брехня. Я могу подать иск на вашу, вашу школу, в кратчайшие сроки. У меня уже есть личный адвокат. Ах ты пидарас мелкий. Проныра. Осторожней, мистер Прескотт. Мне сообщили об этом якобы инциденте, и я хочу подметить. Это видео, о котором идет речь, было прислано мне с различных источников. Включая меня. Чувак, короче, решил похвалиться. Я тоже это смотрел, да. Даже передернул пару раз. Поскольку мистер Преск в полной мере был зафиксирован на видео, а также был ответственным за вечеринку, у меня нет выбора, кроме как отстранить его от учебы до его дальнейших показаний. Да, вот, ради бога, увидимся в суде. Ты думаешь, он будет против? Он не хочет учиться, это тумблюдо. Извините, но Нейтану и Макс нужен отдых перед ведущими делами. Погибла сокурница, и хороший друг. Не нужно им сейчас говорить об этом. А, я сейчас типа сильно расстроен. Вообще сейчас расплачу, хотелось бы повидать семью. Окей, мисс Колфилд, подпишите это, чтобы подтвердить ваши сведения. Продолжу расследование отсюда. Голова просто раскалывается, но я думаю, что смогу использовать мою силу снова. Нам намекают на то, что мы можем что-то переделать, но я не буду. Подписать заявление. Я все равно никогда не угадаю, какие выборы в этой игре самые правильные. Я делаю то, что мне кажется нужным. Вот и все. Итак, я думаю, теперь нам известно еще меньше, чем в начале нашего разговора. Мы будем помогать полиции в дальнейшем расследовании. Я знаю, сегодня был напряженный день. Хотел бы я иметь силу изменить все в лучшую сторону. Так что спасибо вам, что пришли. Мне вот только что интересно, если мы можем спасти ее или можем ее убить, эту Кейт, правильно? То есть мы же могли ее спасти? Это же как должен разветвляться сюжет в зависимости от малейшей реплики? Сколько тут вариантов? Это же обосраться. Сколько вариантов прохождения этой игры? То есть от того, вот погибла сейчас Кейт или нет, я ведь так понимаю... Так, тихо, заткнись. Я ведь так понимаю, от того, погибла сейчас Кейт или нет, зависит вообще весь дальнейший прогресс. То есть она погибла. Игра сейчас пойдет, наверное, совершенно по какому-то иному руслу. Или нет? Ну, это опять же, это можно проверить, только так и можно пройти игру несколько раз, но у меня на это времени нет. Хотя, я когда-нибудь ее, скорее всего, буду перепроходить. Ну, опять же, пока еще неизвестно, еще даже не вышел четвертый, там, третий, пятый эпизоды. Может быть, в конце она скатится в говно. Я надеюсь, что нет. Очень бы этого не хотел, потому что потенциал чертовски хорош. Я не могу поверить, это не могло произойти на самом деле. Я видела, как она падает. Думала, что я правда смогу спасти ее. Как настоящий супергерой, блядь. Хотя бы этот детский сад можно убрать? Эта сцена драматическая. Какой нахрен супергерой? То есть, ее больше парит, как будто бы, знаете, не то, что погибла Кейт. Вот эта бедная несчастная девочка, которой реально очень жаль. А ее как будто больше парит, то, что она не смогла повести себя, как настоящий супергерой. Вот этот момент, он довольно какой-то глуповатый, мне кажется. Успокойся, Макс. Тут нет твоей вины. Кейт сама выбрала этот путь. Не ты. Я протянула руку. Хватит. Ты была единственной, кто бросился на крышу. Единственной, кому было не наплевать. Но это действительно так. Конечно, это охереть, какая, блядь, разница. Может, если бы людям было... Не безразлично. Людям лучше меня. Ты тут самая лучшая. Ворон. Я облажалась сегодня. Это я облажался, не парься. Эх, Ворон. Знаю, это прозвучит странно, но... В Блэквилле происходит что-то ужасное. Сегодняшнее событие тому доказательство. Я пытаюсь найти доказательство того, что Кейт Марш и Рэйчел Эмбер связаны. Как-то. А чего ты это взяла, кстати? Вместе с Нейтаном и мистером Мэдсоном. Ну, я не шарю в теории заговоров, но... Тоже вижу что-то неладное. Нейтан напугал меня вчера, Мэтсон полный отморозок, так что... Как думаешь, что происходит на самом деле? Какого черта? А что происходит у нас? Затмение? Погода подстать этому странному дню. Холодает. Сегодня не должно быть затмения, Макс. Я бы знал об этом, точно. Ой, я чувствую, наверное, это конец. Прошлый эпизод закончился природным катаклизмом. Снег пошел, а теперь затмение. Я верю тебе, Ворон. После всего произошедшего я готова поверить во что угодно. Да, кажется... Кажется, сейчас мы и закончим. Вот к этому все идет. Ага. Так. Секьюрити. А, это дом, это дом нашего. Все, я понял, он обнимается с главной героиней. И вновь, и вновь идет вот эта вот фишечка в стиле сериала. Кто-то, может, смотрел когда-то? Я особо толком и не смотрел. Грейс Анатомия, Анатомия Страсти. Там тоже как-то серия проходит. А потом начинают показывать главных героев этого сериала со всех ракурсов, как они там делают свои дела, тусят, говорят какие-то пафосные цитаты. И все это под такую музыку очень приятную, которую сейчас не слышно, потому что я отключил нахрен. Я не хочу рисковать. Мне с авторскими правами уже надоело. Потом приходится перезаливать видос, там, убирать. Иногда такое было, и я не рискую. И вообще, я посмотрел в этом прохождении у многих людей музыка отключена, так что я думаю, они не просто так это делают. О, мудак этот, смотри-ка. Вот у тебя глазки противные, чувак. Ну, он, кстати, пришел к этой хулиганке, к нашей, там, главной антагонистке. Она такая вся из себя заплаканная. То есть их затронуло такие-то все немного, что несчастная Кейт погибла. Это кто? А, это тот деревенщина, да, я его помню. Это тот самый деревенщина, который пытался нас покромсать на свалке с собачкой. Ну, собачка есть, по крайней мере, он любит свою собачку. Не последняя скотина. Кейт. Вот это жаль. Вот это реально жаль. Вот просто, честно, я бы, блин, тут даже не дали возможности что-то перепройти, кстати говоря, там. Отмотать время можно было, но не настолько же далеко, я думаю. Не до Кейт же. Не до спасения, Кейт. Хлоя сидит, покуривает. Хлоя, ты как, паришься из-за Кейт? Мне так жаль из-за Кейта еще это затмение. Давай разберемся во всем этом дерьме. Вместе. Ох, я чувствую, вы наразбираетесь в дерьме. Наразбирайтесь по полной, блядь, программе. Ну, затмение, это довольно красиво. Это не то, чтобы очень плохо. Хотя, о чем это свидетельствует в дальнейшем, хрен его поймет. Рэйчел, Келли. Да. Такие дела. Не удалось. Жалко, жалко еще я ее не спас. Если бы я ее спас, наверное, было бы круче. Хотя, с другой стороны, не знаю. Не знаю, может я бы ее спас, а она потом сама по себе грохнула. Потому что я не совсем понимаю, как она может, как она может выжить. Это ж тогда сюжет совсем по другой траектории должен идти. Я не совсем понимаю, как они это могут реализовать. То есть, такой, такой, центральный, центральный, эпизод 2 в разнобой. Да. Конец. Перевод Талмач Тим. Руководитель перевода засекречена. Как, как засекречена? Буслик должен быть. Я ж помню, я в прошлый раз прошел финал первой части. А, вот, переводчик Буслик. Красавец Буслик. Респектую тебя в очередной раз за клевый ник. Все-таки Буслик не исчез. Буслик по-прежнему с нами. Молодец, Буслик. Редактирование Буслик. Тестирование Буслик. И все твои друзья. Корни Пони. Корни Порни тоже класс. Порни, Порни. Не, не Порни, Пони. Тоже красавчик, да. Композитор Джонатан Морали, Сид Метерс. А, Сид Метерс, это же автор там песен некоторых из этой игры. Американ юрл там. И еще какая-то. We've been hiding, seeking waterfall. Да, это тоже он там пел. Если я не ошибаюсь. Так было в конце первого эпизода. Но что я могу сказать? Твою мать, я могу сказать, что я расстроен, потому что второй эпизод подошел к концу. Это означает, что мне теперь нужно, скрипя зубы, ожидать третий. Но он выходит в мае. Май это сейчас. То есть он выходит в скором времени. Поэтому я очень счастлив. Я очень счастлив, что он выходит в скором времени. Но после этого я пройду третий. И надо будет несколько месяцев ждать четвертый, а потом несколько месяцев ждать пятый. Обосраться. Не очень хорошо, что они так подошли к этому. Потому что вот это вот выдаивание ожиданий из людей. Я такое не люблю. Но с другой стороны, может быть, игра будет больше погружать в себя. Так как будет проходить как-то больше времени. Больше смакования, что ли. И как-то больше будет атмосфера. Больше, 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 больше. Да, слово паразит. Ну, в общем, что я могу сказать Все эти титры я смотреть не буду Нажимаем Enter Вы сказали Кейт, что нужно больше улик Вы ответили на звонок Иди нахер Вы пытались выстрелить Фрэнка Вы не смогли спасти Кейт А, а вот, значит, это ключевые выборы То есть ключевым выбором был тот факт, что я сказал Кейт, что нужно больше улик Может быть, если бы я сказал ей пойти в полицию, все было бы как-то иначе И она бы... Не, ну она бы все равно захотела попытаться покончить с собой Потому что вот еще один ключевой выбор То есть это скрипты Это скрипты Она бы захотела покончить с собой Но, может быть, было бы проще ее спасти, блин Ну, просто я же не знал Я же думал, что если мы пойдем в полицию, будут проблемы Потому что с этим мудаком ничего сделать нельзя Ректор даже его отмазывает Вы ответили на звонок Кейт Ну, это хорошо Если бы не ответил, она бы померла, наверное, прямо там же возле телефонной трубки Вы пытались выстрелить Фрэнка, вы не пытались Это мне в третьем эпизоде, небось, отзовется еще звоночком Вы обвинили Нейтана Вы обвинили мистера Джоферсона Я представляю себе, если бы я это нажал Какой был бы пиздец Если бы я обвинил Джефферсона во всем этом А в конце игры, вот, я Конечно, денег на это ставить не буду Но на интерес могу поспорить Что, скорее всего, Джефферсон окажется мудаком Мне так кажется Не зря же нам его выдают тут третьим вариантом Следующее Вы не стали поливать в растение? Вы помогли Алисе? Ой, ну Вы не достали пропуск на вечеринку? Да в пизду вашу вечеринку Вы не стали помогать Уоррену? Вы поговорили о Дэвиде с мистером Джефферсоном? Вы направили поезд в неверном направ... Вы не меняли путь поезда? Блин, я еще и поезд куда-то направил Он еще там кого-то собьет Ой, прям мне интересно Что в третьем эпизоде после всех этих моих выборов будет? Ну, ну да ладно Как есть, так есть Статистика, друзья, обновите Выйти Правильно, вот это я тоже хотел увидеть Какой-то короткий ролик Тизер к третьему эпизоду Бегаем по школе Ага Очень многообещающе Я прям все понял Life is Strange Эпизод 3 Теория хаоса Выйти в главное меню Естественно, сейчас мне это недоступно Поэтому выйти в главное меню Ну, в общем, такие дела Если понравилось это видео Подписывайтесь на канал Комментируйте это видео Ставьте ему лайк И всем счастливо Всем удачи Всем пока Будем ждать третьего эпизода Я буду, я буду его ждать Я буду проходить его Ну, может, не прям сразу Как только он выйдет Потому что Честно говоря, я не ознакомлен Наверное, надо дождаться Еще пока русификатор Какой-то выйдет Наш выйдет А может и нет В общем, посмотрим Когда она выйдет И в ближайшие дни Постараюсь А может чуть позже Но в любом случае обязательно Потому что игра мне нравится Всем счастливо Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok